В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Ежегодная акция «Прощайте пение» дает возможность списать штрафы за просроченную оплату вывоза мусора. В Лопатинской школе инициировали фестиваль «Мы разные, в этом наше богатство». Мы проводили социологический опрос и только в нашей школе у нас 21 народность. В Развилковской школе искусств идет активную деятельность «Квартет преподавателей». Как-то преподаватели решили сделать сюрприз. Организовали нам такое первое исполнение «Квартета». До конца года продлится ежегодная акция «Прощайте пение», которую проводит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. В течение трех месяцев любой абонент может списать штрафы за просроченную оплату вывоза мусора, начисленные в период с января 2019 по декабрь 2023 года. Для этого собственнику жилья необходимо полностью оплатить основной долг. «В прошлом году в ходе аналогичной акции «Прощайте пение» участие в ней приняли более трех тысяч наших абонентов. Основной долг был погашен на сумму порядка 21,5 миллионов рублей. При этом на штрафах наши потребители сэкономили более миллиона рублей». В Каширском классере, куда входит наш муниципалитет, задолженность региональному оператору составляет 650 миллионов рублей. Из них 145 – долг жителей Ленинского округа. Оплатить текущие платежи и долг можно в обычном порядке – по квитанции и в личном кабинете. Чтобы познакомить молодежь с культурой разных народов, Лопатинской школе инициировали фестиваль под названием «Мы разные. В этом наше богатство». Проект получил поддержку от государственной программы «Движение первых». Подробности в следующем сюжете. Ученики Лопатинской школы получили гранты за разработку и проведение фестиваля от государственной детско-молодежной программы «Движение первых». Это сообщество, в котором призывают уважать традиции и культуру народов России, а также семейные ценности и судьбу нашей страны. «Движение первых», которое сегодня тоже организовано в России, это наша большая такая вот, я думаю, надежда, потому что дети, молодые люди, они получают возможность реализовывать себя в столь раннем возрасте. Школьники совместно с педагогами стали инициаторами фестиваля «Мы разные. В этом наше богатство». Цель проекта – рассказать о культуре, традициях и обычаях людей разных национальностей, которые живут в Ленинском городском округе. «Создание пространства для детей, чтобы они могли познакомиться с различными народностями, которые населяют Московскую область, потому что мы проводили социологический опрос, и только в нашей школе у нас 21 народность». «На нашем фестивале главная идея будет состоять в том, что независимо от того, какой нацию ты представляешь, сколько тебе лет и так далее, каждый из нас разный по-своему, но в этом и состоит наше богатство. И хоть мы все разные, но мы способны объединиться ради какого-то общего дела, и вместе мы сильны». На фестивале будет интересная программа, которая включает тренинг-игру, творческие визитки команд, образовательную практику, мозговой штурм и много чего еще. Мероприятие состоится в Лопатинской школе 4 ноября. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Были просто преподавателями музыки, а стали звездами Ленинского округа в детской школе искусств. Поселок Развилка ведет активную деятельность в квартет, организованный преподавателями. Коллектив уже успел побывать на окруженных конкурсах и занять призовые места. Подробности в сюжете Инги Янчук. «Квартет учителей» выступает уже второй год. За время существования он успел создать собственный репертуар, выработать уникальный стиль, а главное – выйти из стен школы с гастролями на окружной уровень. А началось все с выступления на Всемирный день музыки в 2021 году. Наши преподаватели настолько талантливы, что они играют вдвоем, играют соло, поют. Но этого показалось мало. И вот как-то преподаватели решили сделать сюрприз. Организовали нам такое первое исполнение – квартетом. Ну, мы, конечно, встретили все это на ура, поддержали, ну и сказали – давайте дальше. Руководитель у нас есть, Марина Шестопаль, которая предложила организовать квартет, поиграть. Мы собрались. В принципе, как бы сложностей никаких не было, потому что все музыканты, и я считаю, что музыканты просто с большой буквы работают в нашей школе. То есть мы взяли произведение, и все играется вот так. В репертуаре квартета и джазовые, и классические произведения. Уникальность музыкального коллектива детской школы искусств поселка Развилка состоит в том, что задействовано несколько разноплановых инструментов, а ноты пишутся непосредственно преподавательским составом. Духой миксовый квартет получился, потому что, вы видите, состав очень такой неординарный. Скрипка, два рояля, ударные инструменты. Ну, я думаю, и плюс он наш, поэтому он такой замечательный и такой вот неординарный. Концерты не помеха для преподавательской деятельности. Состав коллектива, несмотря на гастроли и выступления на конкурсах, занимается обучением детей и преуспевает и в том, и в другом направлениях. Это мы совмещаем, это все как бы у нас идет всегда параллельно. Мы и выступаем, и играем, и преподаем, и все, стараемся успевать. Надо передавать свое мастерство, надо передавать детям, чтобы дети тоже учились, умели играть. Квартет активно развивает свою деятельность вне школы, выступая на городских мероприятиях и различных конкурсах. На данный момент у музыкантов главная цель – выйти с концертами на Москву. Инициативность и сплоченность коллектива талантливых преподавателей – секрет успеха квартета детской школы искусств. Он продолжает свою деятельность, открывая с каждым днем новые горизонты. Инга Инчук, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ В рубрике «Афиши выходного дня» мы расскажем вам о том, как можно провести предстоящие субботу и воскресенье. Субботу обещают дождливой, поэтому лучше всего ее провести в атмосфере театра. Во Дворце культуры «Видное» в 16.00 можно будет увидеть комедию «Фарс» в двух действиях «Теща на прокат». В постановке народного театрального коллектива «ТВИД» под руководством заслуженного работника культуры Московской области Ларисы Гейлис участвуют лучшие актеры. А в Доме культуры «Буревестник» села Молокова для детей и взрослых будет показан спектакль-вестерн «Вождь краснокожих» по мотивам рассказа о Генри. Постановка театра студии «Премьера» начала в 17.00. В воскресенье 15.00 в ДК «Видное» в 11.00 пройдет открытие чемпионата по интеллектуальным играм «Думай, знай, познавай». Приходите поболеть за команды знатоков. Закрытие сезона «Гонок на выживание» состоится 15.00 в деревне Горки. Начало заезда в 12.00. Не упустите шанс окунуться в атмосферу драйва и высоких скоростей. Ну а если вам и этого мало, отправляйтесь в историко-культурный центр. Там проходят выставки. Фотоэкспозиция деревни и села Виновского края продлится до 25.00. Выставка художников и мастеров прикладного искусства «Мир глазами земляков» ждет посетителей. В выставочном зале историко-культурного центра до 29.00 октября. Конечно, это не все события предстоящих выходных. Мы постарались рассказать о самых интересных. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова